Всем привет дорогие друзья, с вами Amway921 и в этом видео мы сегодня обсудим какие моды я использую в патче 0.8.5 И для вас в конце, в описании точнее видео будет ссылка на архив со всей кучей сразу, без разбора А вы уж там сами решите какой из них ставить и какой из них устанавливать И мы в режиме живого боя, я вам все расскажу, все покажу, так будет понять, не проще и легче все вам освоить С чего начинаются данные моды, конечно они для того нужны, чтобы они не создавали помех для игры Чтобы они не мешали игре и помогали в каких-то случаях для того, чтобы просто освобождали место в нашем мозгу для наших мыслей уже в бою Не для того, чтобы воевать с различными прицелами, видимостью, отдачей и все такое Начинается все с прицела, видите он такой стандартный, простой, известный многим уже Его смысл в том, что он показывает время перезарядки, это первое И второе, он минималистичен, он не закрывает врагов Плюс ко всему, его можно настроить, если вам не нравится конкретно этот перекрестик, то можно вот тут выбрать Пойти, вот например такой поставить маркер или вот с многоточием Ну мне нравится такой, я вот с ним езжу А маркер от орудия, это стандартный, с индикатором бронепробиваемости Они чем хороши друг друга не перекрывают, видите И очень удобно, вот время перезарядки Причем, это время перезарядки всей обоймы Отстреливаюсь и видим время перезарядки между залпами 0.13, очень удобно Дальше, дамаг панель тоже того же автора, что и прицел От Estolite, Кирилла Малышева И она показывает сколько урона я получаю Показывает, ну в общем все остальное, что и показывает обычный дамаг панель Любого другого танка Ну-ка иди-ка сюда Во Ай-яй, убегаем, убегаем, убегаем Тихо-тихо, не стреляй, не стреляй, не стреляй Меня нет Блин Вот, демонстрирую как дамаг панель отображает урон, который я получаю Показывает количество единиц И в принципе по высокоуровневым боям Там эта информация очень важна По ней можно судить о том, кто в нас стреляет, откуда Это показывает нам маркеры направления огня, да? Так, так, так Тетрадочка И это очень удобно Дальше Если вы глаза опустите вниз Вниз, монитор имеется ввиду, да? Не на ноги свои То вы увидите, что у нас там изображены снаряды, да? В такой дроби 40 из 40 Это то, сколько снарядов заряжено в общей обойме По стандартным изображениям снарядов Которые возле прицела Вот такие как бы 5 тут снарядиков нарисованы По ним непонятно, сколько в моем ассортименте снарядов будет в итоге выстрелов И как бы до выстрела не поймешь А тут видно, что 40 40 мы делим на 5, получаем 8 И получаем знание того, сколько залпов Сколько, точнее, снарядов в каждом залпе мы можем произвести Отлично Вот, дальше Мод следующий, который у меня есть Это no scroll Так называется мод То есть, когда вот я кручу колесиком Докрутил до предела Видите, хруст Дальше не переключается прицел Чтобы перейти в снайперский режим Я нажимаю shift И в нем уже у меня есть 3 клика 3 положения В котором можно целиться Удобно И когда в каком-то замесе в ближнем бою Это все происходит То мне лично это помогает очень Дальше Следующий мод Это no scope Ну или перевести его на русский Это как бы Без черных следов по краям От такого бинокля танкового То есть, я когда перехожу в снайперский прицел По краям нету никаких черных следов Мало того, и нет никаких искажений От так называемой линзы Да, этого вот всего То есть, боковым зрением Я ничего не пропущу И это в бою лишний раз поможет Кого-нибудь увидеть Следующая мод Командирская камера Она позволяет отдалять Вид камеры Посматривать за углы За какие-то, за препятствия Но при всем при этом Можно так же и приблизиться И увидеть даже свое днище И вы поймете, что Днище у вашего танка только одно У танка За рулем все в порядке С этим модом Очень удобно Можно заглядывать за угол И знать, куда направлено орудие противника Там и так далее Дальше целая Подборка Ну скажем как В одной их, конечно, куча Это авторство этому моду Преднадлежит, а не меху Это отключены камуфляжи И клановые эмблемы У всех танков Лишь там нет информации Никогда не помогала Мне все равно Какой камуфляж выбрал Для себя Поставить Тут зеленой танк противника И иногда даже мешает Его выцелить Поэтому Эти все камуфляжи Я отключаю С помощью этого мода Пока он правда Для версии 0.84 Но они мехко Когда они подготовят Для 0.85 Там всего лишь буквально То новых танков добавилось Вот И с ним уже Можно будет более подробно Это все смотреть И наблюдать И они по крайней мере Не будут нам закрывать Возможность целиться Дальше Это дымы Вот сейчас Когда я стреляю Не происходит никаких дымочков Они отключены Чтобы их включить Можно пойти в настройки Поставить графику Выбрать качество доп.эффектов И любую другую Кроме выключенной Например Вот поставить на низко И все что мы увидим Это вот Уже Искорки Если мы поставим еще выше Примерно высоко То здесь уже весь набор И дырок В земле И всякие разлетающиеся штуки Но это очень сильно Просаживает фпс Поэтому я этой ерундой Не пользуюсь Мне не нужно знать Куда летят дымочки И все такое прочее Пока болтал С вами остался один Ну и ладно Дальше Озвучка Которая у меня здесь стоит Если вы заметили Это американская С американского сервера Со звуком крита модуля К сожалению Данная озвучка Состоит всего лишь Из двух файлов Точнее не к сожалению Так к счастью А к сожалению Если просто два этих файла Сложить в папку с модами То они не работают Необходимо уже в игре Два этих файла Заменять в папке Аудио игры Но если это сделать Все таки в папке ResMods То необходимо все содержимое Папки аудио У него сложить И заменить два нужных файла В любом случае В модпаке я сложу вам Весь звук игры 300 мегабайт Без малого И Либо сделаю две версии Разберусь еще Короче В описании видео Будете читать все подробнее Ну и последнее Что есть Прежде чем мы перейдем К самому главному Это туман Вдалеке карты Видно все Туманом ничего не загорожено Есть моды Которые отключают Данный туман совсем И там черными Такими силуэтами Показываются деревья на краю Это не очень красиво А данный мод Очень нежно справляется С этим всем И к нему никаких претензий Все видно вдалеке Может быть Для меня это уже привычно Потому что я уже Давным-давно С этим модом играю Без него как-то Совсем туго Пока я тут езжу Сейчас нашу арту Сольют Надо как-нибудь ей помочь Пока я вам расскажу Про мод XVM Авторство данному Моду Принадлежит Нескольким людям И один из них И один из них С которым мы Совсем недавно Общались Это Илья Илья Литвинов Или Хлебни дизелечку Его ник В игре Он в том числе Ну 14 же Его заслуга От кого От кого из игроков Ожидать беды И добивать И добивать Вот таких Вот всяких Там На Валентине Или подождите Игрок на Валентине Тоже был хороший Нет не был Ну не важно То есть данная статистика Она помогает Потому что мы можем Сразу понять От кого беды ждать А от кого Не ждать Это все В принципе известно Плюс ко всему В ангаре После этого боя А но в ангаре Наверное поговорим Сейчас я по быстрому Или убью Су-18 Или сольюсь Тут уже Другого не дано Поеду прямо В лоб на нее Ага Ко мне задом Смазывай Да-да-да-да Да-да-да-да-да-да Да-да-да-да-да-да-да Побей Ну какой даже бой Затащунский получился Прямо аж Удобно Ну все Переходим в ангар И там мы уже С вами посмотрим все остальные нюансы и особенности моды xfm еще нескольких дополнительных есть такой мод это статистика по последней сессии то есть когда вот вы находитесь например но вот я на втором сервере пока с него не выйду она считается например вот 8 боев провел за всю сессию 3 победил эти как дно играю тут средний опыт средняя там все и мало того это все как бы понятно дальше у нас здесь есть кстати один из модов нужно тут удалить потому что в стандартном это уже отображается урон который нанесен по танкам поэтому данная картинка будет не всем то что вы получите в итоге но почти то же самое быть стандартом то есть можно смотреть по урону упорядочивать кто добился в бою каких-то успехов дальше открываем вкладку достижения и видим у нас здесь во первых две части это то что от xvm у статистические всякие параметры и еще один мод он показывает вот такие вот всякие средние до сотых проценты побед поражение там выживаемость показывает сколько нужно боев ну вот с подряд побед чтобы перейти на следующий уровень процента побед удобно для статистов рассматривать все это и сделали себя выводы дальше показывает средний урон вот у нас в игре пока только общий урон да и мы обычно так примерно делили на количество боев а здесь показаться средний очень удобно и точно а дальше средний опыт за бой до сотых округленный танк на котором был произведен тот бой на котором был максимальный ну и сортировка здесь очень удобно и можно сортировать танки по уровню по типу по нациям по имени по эффективности по количеству боев по проценту победы по знакам классности все очень просто и понятно то есть данный мод пак он несет и лишь информативный характер я не буду являться для вас техподдержкой ко мне не нужно обращаться с вопросами о том как его установить каким пользоваться я опишу все что нужно вам знать в описании к этому видео если вы чего-то не поняли то спросите у тех кто понял на форуме где-нибудь в группе вконтакте или где угодно но только не умею всем большое спасибо за внимание надеюсь видео вам поможет нагибать ну и подписывайтесь на мой канал и смотрите все что я сделал до этого для вас всем спасибо всем пока